приветствую вас во втором видео здесь мы с вами научимся подбирать и регистрировать домины мы находимся с вами на сайте reg.ru чтобы сюда перейти либо наберите строке браузера либо кликните в меню курса и сразу же прямо на эту страничку попадете важный момент почему именно reg.ru в принципе у нас два крупнейших регистратора в россии это reg.ru и rootcenter можно безопасно регистрировать хоть здесь хоть в rootcenter в принципе это не важно я буду показывать на примере reg.ru потому что так получилось что сам изначально начал пользоваться услугами этой компании но и потом панель управления посмотрел мне здесь нравится больше может привычнее просто но с этим разобрались теперь нам нужно зарегистрировать личный кабинет делается это очень просто в правом верхнем углу кнопка регистрация кликаем на нее и тут совсем не сложная форма нужно заполнить логин два раза ввести пароль чтобы вы не ошибились нигде не ошиблись то есть вести электронную почту и кодовое слово смотрите вот эта информация очень важно поэтому запишите ее прямо ручкой день в блокноте тогда она точно никуда не потеряется при переустановке системы там и так далее запишите прям ручкой пусть она где-то будет у вас блокноте хранится после того как вы нажмете на кнопку продолжить мы сразу же с вами попадем в личный кабинет давайте так и сделаю в виду логин тестовый свой ящик в виду сразу сюда кодовое слово пусть у меня тоже будет вот такое и в виду два раза пароль 1 и 2 и нажимаю на кнопочку продолжить чтобы у нас с вами все было одинаково и вот после нажатия на кнопку продолжить как вы видите мы сразу попали в личный кабинет без всяких там подтверждений и так далее смотрите здесь у нас на первом месте видите домен или слово да какое то то здесь мы можем подбирать какие-то слова давайте покажу как это работает в начале допустим домен цветы наверняка он занят я думаю нажимаем на кнопку подобрать и система проверяет что у нас тут есть цветы . нет кстати свободный это очень интересно прикольные никогда бы не подумал но цветы . ru цветы . com понятно что все занято и система выдает нам какие-то похожие варианты вот ru цветы . ru да и цветы дом . ru то есть какие-то вариации в зоне ru можно посмотреть еще варианты и посмотреть что тут чего и как цветы руком есть еще цветы . com.ua то есть все доступные варианты система нам ищет вот цветы про вообще прикольная вещь так но после того как мы с вами разобрались до выбрали какой-то домен но допустим цветы про мне понравился нажимаем на кнопку выбран и появляется такая внизу табличка с нашими заказанными доменами потому что смотрите здесь такая система что можно сразу несколько доминов зарегистрировать и вот нам предлагают еще один домен выбрать и тогда цена уменьшится достаточно одного нажимаем кнопку зарегистрировать и попадаем на вот такую вот страничку смотрите здесь еще дополнительные услуги нам сразу предлагаются но нас это не интересует и вот важный параметр автопродление потому что домен регистрируется на год как вы видите и если у вас будут деньги на этом счете и будет включена функция автопродления то каждый год автоматически будет вот эта сумма списываться с вашего счета и домен продляется на следующий год то есть очень интересная такая возможность которая позволяет вам не забыть продлить регистрацию вашего домена кликаем на кнопочку далее и здесь опять же параметры на имя физического лица либо на имя юридического лица это учитывайте будет влиять на оплату юридическое лицо по моему только банковским переводом сможет заплатить можно посмотреть вот ну а так если стандартная регистрация на имя физического лица то обязательно у вас просят фамилию имя отчества и паспортные данные здесь в принципе пугаться не стоит потому что паспортные данные будут требовать везде где бы вы не пытались зарегистрировать домен раз он уж и регистрируется на человека то чтобы исключить какие-то споры о собственности о том кому принадлежит тот или иной домен всегда требуется вот паспортные данные вводите сюда все эти параметры email еще раз да и здесь еще есть такая внизу штучка создать профиль для быстрой регистрации что это такое чтобы если вы следующий домен будете регистрировать по сто раз одну и ту же информацию не вводить то здесь можете какое-то имя профиля написать и поставить тичку создать профиль для быстрой регистрации тогда все эти данные сохранятся которые вы тут долго мучились вводили и их не нужно будет по сто раз вводить просто выбрали профиль и все автоматом заполнилось и дальше жмем на кнопочку далее теперь как оплачивать давайте об этом еще поговорим вот здесь вот у нас есть в самом верхнем углу наш баланс и если мы на такую менюшку стрелочку вниз нажмем мы здесь можем пополнить баланс на какую-то сумму нажмем на плюсик вот и здесь мы видим варианты оплаты самом деле их очень много карты виза мастер-карт я думаю самый распространенный вариант но для электронных платежей все самые популярные инструменты присутствуют в мани яндекс деньги рбк мани всякие банки различные и даже оплата счета с мобильного телефона что тоже очень удобно некоторые люди стесняются оплачивать со своих кредиток чтобы лишний раз никуда номера не вводить а оплачиваются телефоны я таких с такими людьми знаком то есть тут принципе стандартная операция и все после того как у вас деньги на счету появятся вы введете все свои данные домен у вас зарегистрируется я сейчас отключусь и потом покажу свой кабинет в котором мои домены хранятся и их там уже достаточно много вот так вот выглядит кабинет изнутри когда в нем уже несколько доменов зарегистрировано у меня как видите довольно таки много но у вас он возможно будет только один и вот в этом кабинете нам с вами предстоит еще одну штуку провернуть но сделаем это мы в следующем видео когда перейдем к хостингу с доменами мы практически закончили там небольшие настройки у нас будут чтобы связать доменное имя вот с тем хостингом который мы с вами подберем что ж на этом все надеюсь я вас не утомил подбирайте качественные домены интересные запоминающиеся а я жду вас в следующем видео будем заказывать надежный хостинг у нас и у у у Продолжение следует...